Приветствую, друзья! На библейском портале «Экзекет» ответы на ваши вопросы. Можно ли клясться на Библии? Мы видим, что в Америке на инаугурации президента или во время вступления в должность или выступления в суде люди произносят клятву, положа руку на Библию. Насколько это вообще допустимо и правильно? Ведь само Писание вообще запрещает клясться. Не клянитесь вовсе ни небом, потому что это престол Божий, ни землею, потому что подножий ног его, другими словами, не вам принадлежащие, не ставьте под угрозу риска. Как у нас говорят, зуб даю или голову даю на отсечение в случае желания убедить собеседника в своей безоговорочной правоте и решимости. В отношении Слова Божьего, изложенного письменно, такого запрета нет. Только сказано древним, как говорит Иисус Христос, «Исполняй пред Господом клятвы твои». А лучше всего старайтесь без излишних способов быть более убедительными, настолько быть определенными и простыми в отношении добра и зла, чтобы ваше «да», «да» и «нет», «нет» так и воспринималось, без дополнительных призывов свидетелей или готовности потерять что-либо из своих частей тела в случае своей неправоты. Так что Слово Господне имеет в виду рекомендацию стремиться к простоте и ясности, к детской ясности своей жизни, так, чтобы не мудрствовать лукаво, не путать самого себя и других, а называть вещи своими именами. Так что ответственное обещание в присутствии Священного Писания на самом деле не такое уж редкое для нас дело. Мы с вами при каждом таинстве исповеди, целованием Евангелия, свидетельствуем свою чистую совесть и подлинное намерение получить от Господа, о прощении грехов, от того, что мы не говорим этих слов, я клянусь на этом Евангелии, все то, что я говорю, те грехи, которые я называю, это как раз и есть все то, что тяготит мою совесть. Но, тем не менее, если мы в присутствии Креста и Евангелия, как бы призывая в свидетелях самого Господа, при священнике называем свои грехи, то в данном случае мы тоже некоторым образом глянемся, прикладываясь к Евангелии в том, что соблюдаем те святые слова, которые из него узнали, которые от Господа приняли, потому и действуем так по повелению Господню, «Покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное». Конечно, то, что делают американский президент, и один за другим возлагая руку на Библию при вступлении в должность, а потом разоряя своим служением остатки христианского благочестия в своей стране и, по возможности, в человечестве, это дело их совести, и, конечно, может вполне назвать дискредитацией Священного Писания. Не знаю, намного ли выглядит добросовестней люди, вроде неверующего греческого президента, который отказался при вступлении в должность в этом православном когда-то государстве, отказался как раз свои обеты доблестного служения в качестве народного, национального предводителя выполнять как должно, в связи с тем, что он является атеистом. Ну вот такие уж то ли народоизъявления, то ли диктатура из-за океана, который поставляет европейскими лидерами людей оторванных и духовно, и как-то нравственно от своих национальных духовных корней. Но, может быть, и правдивей действительно тогда, как и поступил этот, недавно, не так давно вступивший в свою должность лидер греческий, просто пренебречь этим древним обрядом, древней традицией. Все-таки обеты у нас не отвергаются. И обеты в присутствии Священного Писания, к ним можно отнести и обеты супружеские, и обеты верности Христу. Отрекаешься ли с сатаны? Отрекаюсь. Сочетоваешься ли с Христу? Сочетоваюсь. А обеты монашеские, они же тоже даются. И также при решимости принять постриг, трижды бросаемые на пол ножницы, постригаемые подымают, возлагают на Евангелие, целуют, и руку настоятеля Евангелия, свидетельствуя свою решимость принять новое состояние, уже монашеское, всей душой. Так что пользоваться такими высокими словами, как клянусь Словом Божьим или возлагать руку на Священное Писание при давании каких-то обещаний, опрометчиво, было бы тяжким грехом. Но в случае важных жизненных событий Господь не препятствует и Дух не противится принесению обетов. Мало того, например, священномученик Иларион говорит об этом предмете так. Дал обет, появилась решимость. Так что мы призываем давать обеты трезвости тем, кто страдает от алкоголизма, а также они произносятся в присутствии при целовании Креста и Евангелия. Так что в самом этом деле не усматривается какого-либо злоупотребления с Вященством Божьим, но, напротив, важно всячески подобное дело сопроводить серьезным и благовейным отношением и, главное, полной решимостью исполнить даваемое Богу обещание. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok